Ржавый бензобак, старая мебель, горы стеклянной и пластиковой тары. Неравнодушные первоуральцы вышли на уборку территории возле городских водоемов. Так отметили Всемирный день окружающей среды. Каким оказался улов общественников, расскажем в сюжете. Это карта территории, на которой отмечены места скопления мусора, которые мы будем сегодня с вами чистить. Экологический десант на южном берегу Пиленского пруда. Да, первоуральцы соревнуются, кто соберет больше мусора. На это отводится два часа. Марш! Подержали искать мусор! Первоуральские активисты присоединились к проекту «След чистоты». Он реализуется в нескольких городах области. На сайте проекта есть интерактивная карта, на которой уральцам предлагают указывать места несанкционированных свалок в лесу и в городе и приводить их в порядок. К примеру, вот эта свалка возле улицы Емлина уже отмечена на карте проекта. А можно добавить и свою метку, ввести координаты свалки, указать тип мусора и прикрепить фотографии. Любой другой участник проекта может эту свалку убрать. Когда человек выносит мусор, например, из лесной зоны, он зарабатывает баллы, и эти баллы он потом может монетизировать. То есть обменять их на подарки, либо на услуги, предварительно зарегистрировавшись на портале. Уборку устроили почти полсотни активистов общественного движения «Город первых», работающего при поддержке ПНТЗ трубной металлургической компании. Масштабным субботником отмечают Всемирный день окружающей среды. Ну, нам не безразлично то место, где мы живем, и нам хочется, чтобы первозданность природы сохранилась как можно дольше. Некоторые отходы, оказавшиеся в лесу и в воде, озадачивают даже бывалых. К примеру, из пруда выловили старый аккумулятор, развалившуюся бочку и даже проржавевший бензобак. Те, кто собрал больше всех мусора, получают приз – возможность покататься на сабборде. Это что-то среднее между лодкой и доской для серфинга. Но пример чистоты и без подарков оказался заразительным. К уборке присоединились неравнодушные жители. Надо делать чище город, поэтому выбрались с семьей, хотели полным составом. Но, к сожалению, дочки сегодня заняты, с женой выбрались. Активисты города первых собрали почти 400 мешков мусора. Это больше трех тонн. Всемирный день окружающей среды отмечают и на Волчихинском водохранилище. Субботник здесь проводят охотники и рыболовы. Очищают акваторию и набережную. Уборку организовала дирекция госзаказников и охот общества. Задействовали два десятка лодок и больше 40 активистов. Такие мероприятия мы проводим не первый раз. Здесь территория, которая подведомственная, государственная ландшафтная заказник. У лов охотников и рыбаков 150 мешков мусора, то есть около тонны. Все собранные отходы отправят на утилизацию. Ей займется компания «Рекоператор». Отходы собранные сегодня – это в основном пластик, стекло. Пластик в дальнейшем пойдет у нас на переработку, то есть на сортировку и дальнейшую переработку. Участники субботников рассчитывают – там, где прибрано, жители мусорить не будут. Ведь если хочется оставить след на планете, то пусть лучше это будет след чистоты. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Первый УРСК. Продолжение следует.